Друзья, всем привет! Я в 2021 году купил Realme 6 Pro, только, наверное, по одной простой причине, потому что этот телефон, это единственный смартфон, который может конкурировать с моим Poco X3 по цене, ну и по функциям, конечно, потому что все смартфоны от компании Honor, от компании Samsung, они все-таки не дотягивают по каким-то функциям, либо они просто дороже. Насколько актуальный Realme 6 Pro? Потому что уже вышел Realme 7 Pro, который мне не понравился. Честно говоря, он и дороже немножко, но дело даже не то, что в цене, просто там некоторые изменения, они стали даже хуже, чем на Realme 6 Pro, потому что тут уже много фишек было изначально, а там сделали фактически только AMOLED дисплей и больше ничего такого нового. А Realme 6 Pro в 2021 году, это очень актуальный смартфон, потому что у него в базовой конфигурации памяти 8128, и он стоит относительно недорого, потому что он продается до 20 тысяч рублей, можно было купить его даже за 17-18 тысяч рублей, и с конфигурацией 8128. Это великолепное предложение, потому что тот же Poco у меня с конфигурацией памяти 664, хотя, конечно, есть и 6128. И мы сразу видим, что здесь у нас тройной лоток сим-карты, это уже преимущество перед Poco X3, но вообще преимуществ у Realme хватает. Мне нравится такой дизайн, потому что я купил специально вот такой фиолетовый, синий цвет мне уже не особо нравится, но чехол здесь должен быть в комплекте. Давайте сейчас мы глянем на него. Он должен быть такой тонированный, честно говоря, такой чехол мне больше нравится. Xiaomi раньше с черными моделями тоже ставили такие вот тонированные чехлы, потому что сейчас у Poco вот такой чехол. Очень плотный и здесь, и здесь он такой вот с защитной штукой, и здесь с защитной штукой. Здесь с защитной штуки нет, но то, что сама камера защищается, это уже хорошо. Давайте посмотрим, как это все дело выглядит. Ну прям да, то есть прям плотный чехол, который прям совсем защищает, прям реально очень надежный. Это очень хорошо, что изначально из коробки уже есть и чехол, и пленка даже приклеена на стекло. Давайте, наверное, мы сейчас оторвем пленку и попробуем включить наше устройство. Realme вообще ворвались в российский рынок очень быстро, и сейчас это, наверное, единственные смартфоны, которые могут по цене конкурировать с смартфонами от компании Xiaomi, потому что Xiaomi, как обычно, как принято говорить, топ за свои деньги. Это реально очень хорошие смартфоны в среднебюджетном сегменте, а вот Realme новичок. Хотя у этого смартфона три полноценные камеры, по сравнению, скажем, здесь у нас две камеры полноценные. Ну и вообще, Realme вообще ворвались очень-очень быстро, и они во всех сейчас сферах конкурируют тот же Realme X3 Zoom с 60-кратным зумом. В общем, очень интересное предложение. Здесь у нас зарядка быстрая, но зарядка уже не такая крутая, потому что зарядка у Realme 7 Pro уже вот такая вот, ну такая уже совсем крутая зарядка. На 65 Вт это, на 30 Вт это, ну в принципе, ничего страшного. Давайте сейчас мы быстренько настроим смартфон и вернемся к обзору. Единственное, что я хотел бы сейчас уже сразу отметить, то, что здесь сзади стекло. Это стекло, в отличие от, скажем, у Poco, это пластик. Ну и немножко расположение камер. Конечно, дизайн у 7 Pro получше стал. Мне нравится, потому что он, во-первых, квадратный. Мне нравится матовое стекло у 7 Pro. Здесь же телефон выделяется, потому что он не как все остальные смартфоны. То есть, вот такое вот расположение камер мне, конечно, не очень нравится. Мне вообще нравится вот такое вот расположение камер, когда вот Samsung раньше делали вот так ровно. Сейчас Meizu 17 вот такой вышел с таким рядом. Вот такой ряд, конечно, мне не очень нравится. Но, честно говоря, Realme 6 Pro, он выделяется дизайном среди всех остальных смартфонов, потому что Realme 7 Pro уже больше похож на любой Samsung, любой там Huawei с обычным блоком камер квадратным, матовым стеклом. Ну, опять-таки, повторюсь, матовое стекло мне нравится больше. Эти смартфоны мы будем сравнивать, потому что здесь, в отличие, скажем, от Poco, здесь 4 камеры, по факту 2, основная и сверхшорокогольная. Здесь же у нас имеется 3 камеры, но по факту здесь у нас 4 камеры, по факту здесь у нас 3 камеры. То есть, здесь еще телефотообъектив, когда мы можем, ну, вот так вот мы можем нажать, вот так вот, и приблизиться во время съемки видео. Это очень удобно, потому что я уже этой штукой пользуюсь. Надо поставить здесь жесты и вернуться к обзору. Телефон уже запустился, получил большое обновление на 3,5 гигабайт. Я уже его настроил. Дело в том, что слева еще один был экран, который я сейчас выключил. И вот еще такой вот экран есть, который наподобие, как в Samsung Edge версии. Ну, его тоже я буду выключать. Что можно сказать об оболочке в целом? Дело в том, что Realme еще свежий игрок на российском рынке. Оболочка очень функциональная, добротная. Она точно такая же, как и в принципе у компании Oppo, потому что это одна и та же фирма. То есть, если вы пользовались смартфонами Oppo или может быть даже Vivo, то они очень похожи. У этого смартфона очень крутой процессор 720 Snapdragon G. И дело в том, что за такие деньги мы мало на каких смартфонах можем получить хороший Snapdragon, потому что Samsung оснащает свои смартфоны чаще всего либо Exynos, Mediatek, ну и конечно другие производители тоже делают это. По первому ощущению, смартфон тяжелый, потому что он тяжелее даже как-то чем Poco, хотя здесь Poco M3, хотя здесь у нас 6000 мАч. Что мне понравилось в этом смартфоне, то что здесь есть радио. Что мне понравилось, то что здесь как-то Realme с политикой Google умудрились в смартфоне поставить запись звонков. То есть, тут можно поставить запись разговоров. Уже изначальная функция, не нужно скачивать дополнительное программное обеспечение. Про камеру, то что здесь она сдвоенная. Это очень хорошо, потому что все-таки мы как бы имеем среднебюджетное устройство. И решение такое, то что одна обычная камера, другая сверхшокогольная передняя камера. Я понимаю, что мало кому-то это может понадобиться, но в среднебюджетном сегменте такую крутую фишку дает очень мало смартфонов. И мы видели такое решение еще на Samsung Galaxy S10+. В общем, мне нравится, но опять-таки вот этот вырез большеват, конечно, он будет немножко мешаться. Но к нему я думаю, что можно будет привыкнуть. Мне также нравятся раздельные клавиши. Справа у нас кнопка блокировки, слева у нас кнопки громкости. Они также раздельные и даже под чехлом они раздельные. Мне это очень нравится. Также мне нравится, что на экране приклеена пленка. Ну вот так вот можно ее увидеть. Приклеена пленка. Уже изначально есть чехол, есть пленка и можно пользоваться. Но опять-таки есть еще и зарядное устройство. Пленка, ну дешевая, честно говоря, потому что на нем нет алеофобного покрытия. Палец скользит плохо, собирает отпечатки пальцев. Мне еще понравилось то, что здесь не было много программ. То есть спам программы, которые навязываются производителем, был только Яндекс, Фейсбук, Офис. Ну эти, конечно, приложения скачал я. То есть минимализм. Это мне тоже очень нравится. В базе 8 гигабайт оперативной памяти. В среднебюджетном сегменте это просто редкость. Его хватит с избытком на лет 5. Потому что многие смартфоны за эту цену предлагают память либо 4 гигабайта, либо 6 гигабайт максимум. Здесь у нас 8 гигабайт. Единственная комплектация со 128 гигабайт. Очень круто, потому что у нас мы знаем, что айфоны за 80 тысяч рублей бывают обычно с памятью 64 гигабайта. Что мне не понравилось? Вибрация. Не очень крутая. То есть тактильный отклик мне не очень нравится. Но опять-таки на чем-то пришлось им сэкономить. По поводу дисплея я включил здесь 90 герцовый дисплей. Прямо принудительно даже не стал ставить, чтобы у нас тут был автовыбор. Пускай уже 90 герц есть, пускай будет. В новом смартфоне, в Realme 7 Pro, они поставили AMOLED дисплей на 60 герц. Но я говорил, что мне нравится AMOLED дисплей. Но опять-таки 90 герц за такую цену. Это прям великолепное решение. И то, что сканер сбоку, это очень хорошо. Потому что все-таки вот такие сканеры они дольше думают. Давайте попробуем, как он быстро реагирует. Ну да, очень быстрый сканер. Все-таки эти сканеры по-прежнему опережают по скорости работы те сканеры, которые установлены в самом дисплее. Здесь у нас можно поставить Google камеру и пользоваться этой камерой прям полноценно. Потому что смартфон работает на Snapdragon и есть очень много модов Google камеры. Также в отличие от облочки Xiaomi, в этой облочке нет рекламы. То есть, если мы запустим встроенное приложение, здесь не будет никакой рекламы. То есть, какой-то пункт очистки или что, здесь спокойно будет облочка работать. И не будет показываться нам реклама, в отличие от смартфонов Xiaomi. Там тоже можно убрать, как-то вот умудриться что-то сделать, замутить. Но здесь этого даже не нужно делать. Просто в облочке нет рекламы и все. Еще один плюс, в отличие от, скажем, смартфонов Xiaomi. Другой момент, то что Realme 6 Pro на данный момент является, наверное, более актуальным, чем Realme 7 Pro для меня. Потому что, ну я мог бы доплатить там 2, может быть, 3 тысячи рублей и купить Realme 7 Pro. Но мне не понравилось. В новом смартфоне многое убрали. То есть, здесь у нас еще есть телевик, который так приближает оптически. Есть такая камера. В 7 Pro нету. В 7 Pro также не изменился ни процессор. Дисплей стал меньше. Здесь у нас 6,6 дюймов дисплей, там 6,4. Мне нравятся большие дисплеи. Рамки там не стали меньше. По первым ощущениям, смартфон полностью оправдывает свои деньги. Конечно, есть какие-то нюансы, но мы будем этот смартфон тестировать. Посмотрим, на что он способен. Если какие-то минусы есть, я, конечно, о нем расскажу. Напишите ваше мнение о Realme 6 Pro. Может быть, у вас такой телефон имеется в использовании. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока я его настраивал, непонятно куда я зашел. Теперь телефон не выключается, ничего не делает. Это RST-шный телефон. Вот у нас здесь надписи на русском. Ну, вот они. То есть, скажем, случайно куда-то я зашел. Ребенок что-то нажал. То есть, вот такая штука. Я не могу отсюда выйти. То есть, две какие-то непонятные надписи. Ничего не выходит. Какой-то вот значок такой вышел. Который, наверное, для универсального использования. Но такого у меня не было. Вот я даже не листается. Вот какие-то звуки выходят. Все, телефон не настраивается. Такое в первый раз. У меня обычно телефоны либо настраиваются, либо выходишь назад и все. Здесь при настройке вот такие вот фишки. Ну, куда ты пошел? А, давайте мы поставим English хотя бы. Или это даже не язык. Вот English. А, это Австралия. Ну, пускай хотя бы будет австралийский язык. А то я даже не могу понять, ничего не могу разобрать, что здесь происходит. Ну, блин. Это что-то вообще непонятное. Даже забавно. Абсолютно новый телефон. И вот такие вот вещи выдает. Ладно, разберемся. Все. Продолжение следует...